Добрый день! С вами Наталья Самойлинг. Наш выпуск посвящен кондициям. На этот раз мы расскажем о растениях с открытой корневой системы, или еще, как называют эту кондицию, растения с голым корнем. В самом названии уже кроется описание кондиций. ОКС – это растение, выкопанное из земли без земляного кома. Основное преимущество таких растений – это низкая цена. Она, как правило, в 3-5 раз дешевле, чем растения других кондиций, и понятно почему. Ведь цена на растения складывается не только из стоимости самого саженца. Если растение контейнерное, то вот цены включены. Стоимость контейнера – удобрение, торфосмесь, различные мероприятия по уходу за растением. Здесь и транспортные расходы, и многое-многое другое. В растениях с открытой корневой системой себестоимость многих операций намного ниже, либо отсутствует полностью. Растения с открытой корневой системой, как правило, используются для создания живых изгородей и это позволяет значительно сэкономить на посадочном материале. Однако у таких растений есть и ощутимые минусы. Это ограниченные сроки посадки и узкий ассортимент. По правилам, растения с открытой корневой системой высаживают весной, до начала вегетации или осенью, после массового листопада, когда растение уже спит. То есть это апрель, начало мая или октябрь, ноябрь. Но не всегда ранней весной можно посадить такие растения, так как у многих на участках еще лежит снег или земля не оттаивала. А осенью, в октябре-ноябре, работать в саду бывает уже некомфортно. Есть позиции, которые нельзя покупать с открытой корневой системой. Это хвойные, взрослые кустарники и деревья, а еще растения с ярко выраженной стержневой корневой системой. Такие растения плохо приживаются. Не обоснованной будет покупка редких и коллекционных сортов, ведь стоимость их будет высокой, а риск большой. Лучше немного доплатить и купить контейнерное растение. Однако, если вы все же решились купить и посадить растение с открытым корнем, то выбирать и сажать нужно, следуя определенным правилам. При покупке растения с голым корнем необходимо обратить внимание на Корневая система должна быть хорошо развита. У нее должно быть большое количество тонких корешков. Побеги должны быть живыми. Живой побег – гибкий. Если поцарапать кору или сломать веточку, то будут видны живые зеленые ткани. Надземная часть должна быть здоровой, без серьезных повреждений. И с тремя-четырьмя побегами. Очень нежелательно покупать саженцы с прошлогодней листвой. Если питомникам были нарушены условия хранения, то велика вероятность, что растение может заболеть грибными заболеваниями. Если вы не успели посадить растение до распускания почек, то первое время, кроме полива под корень, обязательно опрыскиваемой крону. Старайтесь не откладывать посадку в долгий ящик. Оптимально, если в тот же день вы и посадите купленное растение с голым корнем. Если посадка откладывается, прикопайте растение. Ставить растение в ведро с водой не очень хорошо. Корневая система может задохнуться и начать гнить. Если вы считаете, что корни подсохли, их можно замочить, но в воде они должны находиться не более четырех часов. При расстановке и разноске растения по местам посадки в солнечные дни корни нельзя оставлять открытыми более 20 минут. При посадке корни растения расправляют и распределяют в яме, чтобы корешки не загибались. Затем корни засыпают землей, уплотняя ее вокруг растения. Оптимально, чтобы корневая оказалась на 1-3 см выше уровня почвы. Для этого через посадочную яму можно проложить рейку. После посадки вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. Далее саженец обильно поливает, желательно с опрыскиванием кроны. Это позволит растению лучше прижиться. После полива и оседания почвы подсыпают землю до уровня существующего грунта. Для улучшения корнеобразования растения можно пролить следующим раствором. Сырком плюс корневин. Также существует еще одна кондиция растения с закрытой корневой системой. Это растения с голым корнем или с комом земли, посаженные в пластиковые либо полиэтиленовые контейнеры для предохранения корневой системы от пересыхания. Удобство транспортировки или хранения. Начиная с февраля в гипермаркетах или интернет-магазинах продают розы и различные кустарники в полиэтиленовых тубусах. Это голый корень, присыпанный торфом, чтобы корневая система не переслохла. Именно это и называется ЗКС. Или наши производители плодово-ягодных высаживают саженцы с голым корнем в полиэтиленовые контейнеры. Это тоже ЗКС. Бывает, что растения с небольшими комами сажают в контейнеры. Как правило, цель посадки облегчить уход за растениями во время длительного хранения. Посаженные растения легче транспортировать и поливать. Но это тоже ЗКС, а не контейнерные. Правила их посадки ничем не отличаются от правил посадки растений с голым корнем или с комом земли. И еще несколько общих выводов по всем видам кондиций. Помимо вышеперечисленных советов, вне зависимости от кондиций, всегда обращайте внимание на внешний вид растения. Растения должны полностью соответствовать тому времени года, когда вы его покупаете. Покупая растения в марте или феврале с молодыми приростами, или если летом в кроне много желтых листьев, а у хвойных в июне зимняя окраска, вы рискуете потерять не только свои деньги, но и само растение. При покупке растения обращайте внимание еще на несколько вещей. Ствол должен быть ровным, без ран, трещин и свежих морозобоин. Крона равномерно сформированная. У кустарника, еще раз повторюсь, должно быть минимум 3-4 скелетные ветви. А у деревьев ровная, без перекосов крона. Если кустарник или деревья имеют многочисленные срезы, то, скорее всего, у растения проблемы с патогенными грибами или вредителями. А продавцы пытаются это скрыть. Однако у хвойных отмирание части хвой на нижних ветках или внутри кроны может быть вполне естественным процессом. По мере роста освещение этих частей кроны ухудшается. И часть хвои, и даже веток усыхает. Такое же явление бывает и у лиственных растений с плотными кронами. Надеемся, что наши советы помогут выбрать вам хорошие растения для вашего сада. Желаем вам удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. До скорых встреч. Всего хорошего.